Республиканский стадион Олимпийский в эти дни принимает чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. О составе участников и первых медалистов расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Классификационный состав участников чемпионата достаточно высок. 37 атлетов имеют звание заслуженных мастеров спорта страны, 34 международного класса и 111 просто мастеров спорта России. Самое большое представительство у сборной Москвы 30 атлетов, чуть меньше 26 у пара атлетов Дагестана. На протяжении четырех соревновательных дней спортсмены будут бороться за медали в беге на дистанциях от 100 до 5000 метров, прыжках в длину, высоту, в метании диска, копеат, толкание ядра и метание клаба. Сборная хозяев чемпионата представлена восемью легкоатлетами. В числе тех, кто поспорит за награды участник летних Пареолимпийских игр в Токио прыгун в длину Сергей Бирюков. Спринтер Валентина Смирнова, метатели диска Анастасия Евграфова и Иван Скрынник. В прошлом году была серебряным призером на 100 метров. В этом году хочется на золото. Первый соревновательный день пополнил копилку сборной Чуваши одной золотой медалью, которой на счету метатели диска Ивана Скрынника. В рамках чемпионата России пройдут открытые всероссийские спортивные соревнования по легкой атлетике «Мы вместе спорт», в которых помимо российских атлетов примут участие спортсмены из Республики Беларусь. Девять атлетов и Донецкой Народной Республики. Три человека. Пара спорт у нас давно, даже несмотря на военное время. Может в 2014 году, когда особо были такие боевые события, не было. Но уже с 2015 года у нас работает Донецкий Республиканский Центр адаптинно-физической культуры и спорта. Работает в шести городах специалист. И сколько человек занимается в вашей спортивной школе примерно? Ну шесть по журналу, а если так, то больше даже желающих. Помимо упорников, еще слабослышащие, незрячие есть. То есть занимаются точно так же и в Донецке занимаются. Ну может там профилирующие более другие виды спорта. Там много очень игровиков. Команда есть баскетбол на колясках очень сильная у нас в Донецке. Нам остается пожелать удачи пара атлетам из Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики. В благосклонности спортивной фортуны нуждаются и подопечные заслуженного тренера России Ирины Громовой. Напомним, в марте 2022 года Международный параолимпийский комитет буквально за пару дней до старта 13-х зимних игр в Пекине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях даже в нейтральном статусе. В числе тех, кто так и не сумел реализовать свои параолимпийские мечты, были подопечные старшего тренера сборной команды нашей страны. Пять человек сейчас здесь находятся, которые прилетели уже в Пекин, провели тренировку и вернулись. Ну и сейчас, конечно, как бы не тяжело, нужно жить дальше, поэтому, естественно, ищем какие-то возможности участвовать, поднимать. Тем более у нас малыши есть, мы как большой-большой пример, поэтому пока живем так, пока спорт – наша жизнь. Впрочем, для большинства участников состязаний чемпионат – это возможность заявить о своих безграничных возможностях. Так что в течение трех дней на дорожках и секторах Олимпийского будет жарко. На кону более 120 комплектов наград. Пока главного для пара легкоатлетов соревнований года. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.